Сегодня в гостях у Комсомольской правды проректор по научной работе Донецкого национального технического университета профессор, доктор технических наук Башков Евгений Александрович и проректор по научно-педагогической и учебной работе Донецкого национального университета доктор физико-математических наук Мазник Александр Владимирович. Мы пригласили вас сегодня для того, чтобы поговорить и обсудить все возможные плюсы и минусы дистанционного обучения. Если вы не возражаете, давайте мы начнем с АЗОП. Что такое дистанционное обучение и чем оно отличается от обычного традиционного обучения студентов? Евгений Александрович, спасибо. Могу сказать. Если начинать с основ образования и обучения, то существуют две парадигмы образовательного процесса. Это парадигма, когда учитель учит ученика и ведет его через весь этот процесс обучения и вкладывает в его голову некоторые знания. Есть вторая парадигма, когда ученик практически учится сам, а учитель только советует, что учить, когда учить и в каком объеме. Вот эти две парадигмы фактически и есть разница между обычным, общепринятым у нас формой получения образования и то, что мы называем или называли дистанционным. Дистанционное образование это очень такая обобщенная формулировка. Существует очень много разных видов образования. Это начинает с заводчинного, которое началось еще в 1700 каком-то году в Англии и Соединенных Штатах. И кончая современным, то, что мы называем сейчас Е-образованием Е-Ленин, который использует все достижения современных информационно-коммуникационных технологий. Но главное отличие на мой взгляд заключается в том, что роль, ну грубо говоря, роль ученика. Пассивная, когда ему просто разжевывает и вкладывает в воздух. И активная, когда он учится сам, в первую очередь сам, когда он мотивировал получение образования. Уже понятно, что может быть такой человек, которому не нужны ни университеты, ни школа. Он сам, пользуясь книгами, библиотиками, интернетом, все будет весьма-весьма образованным человеком. Вольно два слова, да, он полностью согласен с Еленом Александровичем. И дистанционное обучение позволяет более свободный выбор образовательных услуг по сравнению с классическим. То есть более широкий спектр. Что это значит? Ведь если студент учится на каком-то факультете, у него есть набор определенных предметов. И он в течение ряда лет это все должен выучить и стать специалистом. А есть люди, которые хотят и могут гораздо больше получить. Ну вот, приходят на помощь дистанционное обучение. В этом плюс, я считаю. А скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, каково оптимальное сочетание самостоятельной работы студентов и обучения с учителем? Ну, могу сказать. Значит, формально образовательный процесс в высшей школе может быть построен так, что время студента делится между аудиторной работой и самостоятельной работой В отношении от 1 к 3 до 2 при 56-часовой нагрузке в неделю студент может иметь 18 часов аудиторных занятий и получается там 56 минус 18 самостоятельно. Или наоборот, 36 аудиторных и остаток самостоятельных. То есть, соотношение, опять же, зависит от самого студента. Вообще говоря, формально, конечно, это определяется учебным планом, но по сути, это должно определяться самим студентам. Сколько он хочет учиться самостоятельно и сколько он должен присутствовать на аудиторных занятиях. В университетах Соединенных Штатов учебная нагрузка студента, я не знаю, 15 часов в неделю, 18 часов в неделю. Все остальное это самостоятельная работа. Причем там достаточно жесткие требования к выполнению этой самостоятельной работы. А я хотел бы добавить, в чем проблема. Все вот эти учебные планы определяют, сколько надо. Но мы же понимаем, что молодой человек, который, допустим, занимается и в университете, сидит за компьютером, потом самостоятельно тоже за компьютером. И более того, они любят этот компьютер и все остальное. А врачи запрещают определенное время. Это есть тоже большая проблема. А сколько же ты должен сидеть за компьютером, чтобы на твоем здоровье это не отразилось. Мы знаем, что проблема есть. Они сейчас сидят только в машину точно. А это же плохо. Там 5-3 часа. А мы можем проконтролировать, сколько он сидит именно за выполнением данного задания. Потому что есть обратная связь, а все остальное мы не проконтролируем. В этом есть проблема дистанционного лечения. Как бы вы с плюсами. Мы все равно равновешиваете. Я всегда плюсы имену. В таком ключе, наверное. Если я не ошибаюсь, а если я ошибаюсь, вы меня поправите. В Украине уже несколько лет существует государственная программа внедрения дистанционного лечения. Правильно? Недавно вышел. Недавно вышел. Недавно я бы не сказал. Недавно вот. Недавно вышел положение дистанционного образования. Я должен сказать, что в мае этого года в Украине принята, так называемая, стратегия развития информационного общества. И там, вот в этой стратегии, 15 мая, и там в этой стратегии есть раздел. Вот он теперь, на мой взгляд, правильно называется. Не дистантное образование. А Е-образование, которое предусматривает, там предусматривает развитие вот этой формы обучения. Но, смотрите, мы, если говорить о высшем образовании, мы сейчас живем по закону о высшем образовании, в котором нет этой формы обучения как таковой. А в новом, практически, по-моему, во всех законопроектах, которые лежат в Верховной Раде, в высшем образовании, там есть предусматриваться в том или ином виде такая форма обучения. Поэтому, ну, я считаю, что Украина здесь пока на первые шаги, даже первый шаг мы должны сделать для развития этой формы обучения. А я, так сказать, добавлю, действительно, я правильно сказал, что это Е-образование. Дистанционное обучение, вот есть слово сочетание дистанционное образование и дистанционное обучение. Разница существенная, естественно. Мы сейчас на этапе дистанционного обучения, то есть помощь к основному классическому образованию, некие элементы дистанционного обучения. Чтобы перейти на полностью дистанционное образование, тут еще большой вопрос, а нужно ли это. Те страны, которые далеко ушли, они увидели минусы этого. Поэтому вот так слепо копировать то, что, скажем, на Западе, и от начала до конца давать именно образование с выдачей госдиплома, тут хорошо еще надо подумать, потому что очень много рисков. Ну, один из самых больших, которых я вижу, люди, которые, это именно западные аналитики, все говорят, не могут вступать в спор себе подобным, потому что они не научены. То есть они не общались, и только сидение за компьютером дает возможности живого общения, спора и так далее и тому подобное. Здесь есть тонкости. Поэтому мы пока вот пытаемся внедрить некие вещи, которые помогают... Как элементы, да? Как элементы, пока как элементы, да. Ну, а разработкой вот этих вот элементов для внедрения системы дистанционного обучения ваши вузы занимаются уже, наверное, не первый год, да? Да. И вот на каком этапе сейчас находится и политехнический институт, и университет? Александр, чему-то вот. Да, хорошо. Ну, во-первых, я хотел бы... Образование, обучение, это вообще-то тонкие вещи. На мой взгляд, обучение – это процесс. Образование – это результат этого процесса. То образование, которое получает человек в результате процесса обучения. Так вот, дистантное обучение, или дистанционное обучение, или то, что мы называем, вот, Елёнин, это то, что должно помочь человеку получить, в конце концов, образование. Я должен сказать, что в Великобритании, еще, по-моему, в 1960 году, был открыт, так называемый, был создан открыт университет, Королевское. Мы дали королевскую грамоту, которая разрешила этому открытому университету Великобритании проводить то, что мы сейчас бы назвали дистанционное обучение. С помощью радио, телевидения, большие затраты были выделены, большие финансовые средства были выделены, были созданы вот такие образовательные курсы по самым разным направлениям. по самым разным, разным курсам. И там люди, по-моему, более миллиона человек получили это образование. Я, когда, я один раз там попал в Манчестерский университет, и увидел, что есть группа взрослых людей, которые ходят в поле, я спрашиваю, что это, что они делают. Это студенты открытого университета. Они, как вот у нас заучники, два раза в год должны были прибыть на месячную сессию, где они сдавали экзамен и так далее. И также мне объяснили, что в Англии даже врачи получают диплом с помощью открытого университета. То есть, еще раз я хотел бы почему-то. Главное во всем этом процессе – это мотивация, стремление человека получить это образование. Как? Это уже вообще второй вопрос. То, что у нас в университете происходит. Ну, понимаете, у нас разноплановые, вообще говоря, кафедры, факультеты. Есть, я работаю на факультете компьютерных наук и технологий. Есть факультет компьютерно-информационных технологий. Где, вообще говоря, мы уже, я уже не знаю, давным должно этим занимаемся. Например, у нас на кафедре, на нашем факультете. В нашей кафедре существует специальный сервер, где выложены все методические материалы по всем читаемым курсам. Студент нашей кафедры может зайти на этот сервер и посмотреть. И текст лекции, и задания, и, ну, все, что есть, то там и лежит. С помощью нашей кафедры в университете создан центр дистанционного обучения. Мы используем, если, ну, это уже специфическая такая, мы используем, так называемую, платформу Moodle, которая позволяет выкладывать уже интерактивные лекционные курсы, задания, получать ответы, выставлять оценки. Это все зарегистрировано, по-моему, сейчас более 5000 студентов. Там надо регистрироваться, соответственно, права получать. Более 5000 студентов там зарегистрировано, и наша кафедра, еще редко читают эти дисциплины, это существенно помогает и преподавателю, и студенту. Другие кафедры, может быть, конечно, кафедры, ну, более такого, инженерного, может быть, технического плана. У них это может быть, ну, менее так развито, но на каждой кафедре фактически есть в том или ином виде некоторые, так сказать, у кого больше, у кого меньше, вот эта подготовка или элементы такого, я сказал бы так, поддержки обычной формы обучения с помощью компьютерно-информационных технологий. Как такового дистанционного образования у нас нет вообще, если говорить формально. У нас студент должен посещать лекции, должен посещать занятия, сдавать в лабораторию, выполнять все, вызывать зачеты, экзамены, получать оценки. Это процесс, ну, обычный процесс. Но поддержка компьютерно-информационная есть, есть и на ряде кафедры, нам очень широко используют. Ну, вообще, наверное, наша кафедра базовая, да, для разработки вот этой системы? Ну, она не является базовым, у нас несколько кафедр, которые этим широко занимаются, есть и на базе этих наших кафедр создан такой центр инстанционного обучения. Он есть сайт, где все это. А я добавлю, значит, я думаю, что вот наши два самых передовых вуза, мы гордимся, что являемся первым. Мы об этом задумались давным-давно, зная, что в мире делаете, поэтому начали, естественно, эту работу и в своих вузах. Мы немножко пошли, ну, я не скажу, что по другому пути. У нас есть, и уже этот пилотный проект давно действует, есть факультет. Мы выбрали за передовой экономический факультет. И вот там, действительно, тоже на платформе МОДУ, значит, та же самая работа со студентами-заочниками, дневной формой обучения и так называемыми видокремленными структурными подростками. Нашими центрами проводится та же самая работа, то есть помощь в овладении знанием. Но мы еще создали так называемый центр баспоревной освиты, потому что дистанционное обучение, это как раз помогает получать любому человеку в течение своей жизни то, что ему необходимо. И вот там мы, так сказать, тоже сейчас у нас готовится договор, скажем, очень интересный с жителями Канады, которые хотят получить знания по русскому языку в виде дистанционного, так сказать, формы обучения. Рядом других зарубежных стран. Это помогает, во-первых, и нас показать, и им дать некие знания в виде некоторых курсов, которые позволят им более или менее хорошо, и более того, потом к нам привлечь в университет, если они захотят к нам дальше производить образование, более-менее знание русского языка будет. И много других таких вещей в виде неких дистанционных курсов, которые, вот мы это видим, что пользуются спросом. К нам очень много заявлений. Ну, в первую очередь, конечно, это когда мы готовим абитуриентов к нам поступлению в университет. Не все могут приезжать по субботам-воскресеньям, дети, поэтому очень удобная тоже форма дачи знаний, чтобы он был там способным при поступлении. И так ряд вот таких наборов позволяет нам считать, что мы движемся в правильном направлении и развиваем эту форму обучения. И если будет так, вот у нас этот центр предполагается, что он со временем и растет в институт беспроводной освиты. И там уже можно посмотреть вот и на те вещи, о которых я раньше говорил. То есть взять и попробовать от начала до конца. Студент зашел, и все эти технологии передовые для него, чтобы он потом... Естественно, то же самое, он должен приходить, как и вот в Англии, в ДПИ, приходить и отвечать на вопросы преподавателю. Не дистанционно, естественно, а придурок. Чтобы видел человек, глаза у глаза, и видел, готовился ли он сам, или ему кто-то помогал. Но это сразу все видно при живом обещании. То есть это все останется, как и раньше. Я думаю, мы еще далеки от того, чтобы машина проверяла знания. Знаешь, что хотя тестирование так и проходит машин. Заполнил крестик и отдали, машина проверила. Но это не совсем то, это немножко, так сказать, другие вещи. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, давно этим занимаемся. Есть наработки, есть очень хорошие результаты. И в этом плане идем дальше. Евгений Александрович, вы что-то хотели добавить? Ну, я хотел бы добавить вот по поводу сдачи экзамена. Вот в открытом этом университете Англии, там, собственно, жителей Великобритании, ну, наверное, только процентов 50-60 студентов. Остальные, это со всего мира. И встает вопрос, как сдавать экзамены. Но в Британии есть, у них есть эта система Бритишканцем, которая, вообще говоря, сидит по всему миру. И вот это у них соглашение с Бритишканцем. И студенты, которые учатся, например, в Новой Зеландии, он идет к Бритишканцем, садится, и фактически работник этого Бритишканцем подтверждает, что это именно этот человек, который будет заводить экзамены. И по интернету, скажите, да. А скажите, а у вас есть такие студенты, которые обучаются из других стран дистанционно? Ну, студентов нет. Я еще раз хотел бы, почему, что у нас нет формально, мы даже не имеем права так поступать. Потому что нет закона, который бы позволял, не видя человека, выдать диплом, он еще что-нибудь сделать. Он должен обязательно присутствовать. Но, собственно, мы к этому идем. Но вам сказать следующее, что, ну, может быть, это впервые, я не знаю, получится у нас сегодня. Сейчас три студента-магистранта проходят стажировку во Франции. В университете Сержи Пунтуарс, это Паспориш. Они должны защищать. И в них стажировка, это там, часть заплатила наше министерство, часть французы. Она там, кому-то, весны и до мая 2014 года. А дипломы они должны защищать. Либо в декабре, в декабре, у нас. И вот сейчас встает вопрос, как это происходит. То есть они могут, в принципе, прилететь сюда на неделю, защитить дипломы. У них работают очень хорошие. Очень хорошие. Я просто знаю, один из студентов-магистрантов, я им руковожу с нашей стороны. И вот сейчас мы обсуждаем вопрос, а нельзя ли провести эту защиту по интернету, по скайпу. То есть там студент, а здесь государственная комиссия. Казалось бы, в принципе, наверное, можно. Мне кажется, теоретически можно, конечно. Ну, мы сейчас это обсуждаем. Более того, я могу сказать, что летом, уже как опыт есть, летом наш выпускник, наша электротехническая факультета, защищал в этом университете диссертацию, PHD-диссертацию французскую. Там сидели комиссия французская, сидел руководитель с нашей стороны, представитель нашего института. А мы здесь сидели, ряд лиц, и по скайпу и общались. То есть мы там вопросы задавали. Ну и французские. Ну, там это все по французским правилам. Мы как бы здесь были, мы больше наблюдателей и публика, который может задать вопрос, послушайте теперь. Но дипломы это уже по результатам этой защиты надо же выставить оценку. Это немного другой, более формализован. Но я думаю, что мы проведем такое. Есть требования, госкомиссия должна слышать, видеть человека, пока других, так сказать, не расслуждают. Поэтому это надо проработать в законодательном плане, чтобы выходить. Но я думаю, что поможет вот это положение, вот и выходы, и обращение в министерство, если это будет необходимо. И я думаю, что будет решен этот вопрос. Мы движемся в этом направлении. Движемся. Евгений Александрович, мы вплотную подходим к вашему эксперименту, который со 17 ноября будет у вас проводиться. Если можно, расскажите об этом подробнее. Что и как буквально поэтапно, чтобы у студентов развеялись все сомнения и вот все вопросы. Ну, не знаю. Называть для этого эксперимента. Я, честно говоря, не знаю, почему так это называют. Значит, вот мы считаем, что университет, и вообще все университеты, наш университет, подошел к некой, на мой взгляд, такой, критической точки развития. Как-то символярно. Да. Что будет дальше? Понимаете, вот сейчас, ну, конечно, не сию минуту, а вот эти годы. Вообще, на мой взгляд, происходит коренное изменение высшего образования в мире. Ну, я не знаю, сколько, так сказать, зрители, слушатели, знакомые с этим. Но буквально с 2012 года в тех же Соединенных Штатах Америки были созданы так называемые, там, две платформы массивные, открытые курсы. Значит, одна платформа, это Курсейра. Где сейчас предлагается, если я не скажу, там, 300 или 400 курсов. Когда любой человек, ну, может записаться на этот курс, прослушивать, получить сертификат. В основном на английском языке. Хотя уже сейчас есть курсы на русском языке, субтитрами. И на украинском языке. То есть фонд Пенчукар вкладывает деньги в то, чтобы там появились субтитры украинцев. То есть обычный украинец, который заинтересован в получении хорошего образования, хорошего уровня, может записаться. Вторая платформа, так называемая, ЕДИКС. Тоже. это Масачузет, предыдущий это Стагуновский университет, а это Масачузетский университет. И не много других. Берклик. Анализовали такую платформу, где выложены курсы. Точно такая же система. То есть можно записаться и получить сертификат. Ну как вы думаете, есть там школа Хана, так называемая, тоже открытая, это больше может быть для выпускников школ. Как вы думаете, сколько учится студентов в школе Хана? 10 миллионов. Курсейли, они уже выдали сертификат более 2 миллионов. Сейчас там записано порядка миллиона студентов. Почему это? И, скажем, дальше, еще дальше. Сейчас фонд Белогоейца дал деньги такой там, ну, стартап это сейчас называется, Дырын называется. Что предполагает, что любой человек в мире, любой человек в мире, может там зависеть, и свои результаты своего обучения, в том числе и в обычной школе, в УЗИ, или вот на этих онлайн или МОЗ-системах, платформах, там выкладывать, фиксировать. Они проверяют все это, то есть они будут проверять. И фактически, они после этого будут, когда работодатель будет нанимать человека, он не будет с ним разговаривать. Он будет смотреть туда и увидит, что человек прошел. По большому счету, ближайшие там 10 лет работодателю, ну, я не знаю, конечно, как в области там, философии и других областях, а в технических науках, промышленности, ему не нужно будет ни диплом, как таковой, вот, бумага. Ему нужно будет только посмотреть на этот сайт, на эту платформу и узнать, чего там человек обучался и достиг. Есть мнение, что через 50 лет в мире останется 10-20 университетов. Вот я и хотела сказать, вы же без работы все останетесь. об этом и речь. Поэтому... Разверты зажигаются, только когда. Да, тогда мы это нужно. А это нужно. Это нужно, в первую очередь, бизнесу. Понимаете? Сейчас, если я в технике, промышленности, все меняется, да и в науке, меняется настолько быстро. Если человек закончил университет 5 лет назад, вот эти знания уже с этими знаниями можно идти как-то менеджер-прилавка работать. Это можно, наверное, еще. А работать в какой-то такой приличной фирме, приличной компании, где нужно проявлять там креативность, уметь действительно работать, если что-то делать новое, наверное, это очень тяжело. Поэтому вызывается вот эта действительно насущная потребность. Все время человек должен все время учиться, все время должен что-то делать. И это вот для этого это и сделали. И если человек это может делать, видно из такого его резюме, этого электронного, видно, что он кончил университет, а потом через 3 года послушал такой-то курс, потом еще такой, потом такой, с такими-то там баллами и оценками. То есть этот процесс, он, ну как, вызван объективными причинами. я думаю, что все равно не на всех специальностях. Потому что, например, вот та же теплоэнергетика. Законы термодинамики никто же не отменял. Вот как, как может, допустим, эта дезинферия меняться? Законы никто не отменял. Но как считать? Какие материалы? Как это все делать? Это не такое простое дело. Понимаете, это все время обновляется, все время эти инструменты улучшаются. это нужно все время учиться. Для того, чтобы быть на плаву на определенном уровне, нужно непрерывно учиться. Иначе просто человек тонет. Надо все время крутить педаль. Все время. Иначе выпук. Поэтому вот для того, чтобы может быть для нас больше, для того, чтобы понять на каком месте наш университет находится относительно лета, мы попытаемся с 18 ноября ввести, широко ввести вот эту электронную, так сказать, информационную поддержку образовательного процесса. Обычно образовательного процесса. Попытаемся уменьшить аудиторное не отменить, уменьшить объемы аудиторных занятий и перенести часть занятий на эти формы обучения. Все остается, лекции фактически останутся, зачеты экзамена все это будет. Но больше дать самостоятельности студентам. И посмотрим, во-первых, какие кафедры смогут это пройти более хорошо, менее хорошо. Это эксперимент действительно, опыт мы хотим получить. И как студенты к этому отнесутся. Мы уже говорили, что мы где-то в январе в феврале будем обсуждать результаты. Другого пути нет. Так или иначе нам придется это делать. И чем быстрее, тем вообще мы на улице. Я начну с последних слов, Иген Александрович, когда действительно работодатель будет просто искать своего работника, не обращая не обращая самому работнику. Здесь есть большая беда для особенно высшей школы, что работодатель заинтересован в подготовке своего. То есть не вкладывает денег, он получает тот продукт, который ему нужен. Мы страдаем сейчас от этого, что 1-2% только работодателей вкладывают в будущее, чтобы подготовить себе смену будущих его работников. А эта тенденция не улучшается, только ухудшается. меньше и меньше. А у нас есть готовый продукт, и в идеале мы должны были бы его тоже продавать как готовый продукт высшей школы. А что касается вашего вопроса об эксперименте, не эксперименте, в Донецком национальном один из вузов, который участвует в эксперименте, их там 9 вузов, эксперимент очень хороший, и вот эти технологии будут помогать осуществлению этого эксперимента. Эксперимент заключается в следующем. Выделено несколько специальностей, в данном случае я назову три, это менеджмент, это маркетинг, и это журналистка, на которые, на магистрские программы которых могут поступать бакалавры любых других направлений, абсолютно. Но при этом они же бакалавриат не окончили по этим специальностям, они уже немного проигрывают тем, кто является выпускником. поэтому мы готовы осуществить подготовку для вступительных экзаменов с помощью этих технологий, о которых мы говорим это раз. И более того, адаптационные курсы, которые они будут учиться в магистратуре полтора года вместо положенных год, тоже, так сказать, адаптационные все курсы, тоже можно при помощи дистанционных технологий осуществить. поэтому мы как раз эксперимент этот проводим и считаем, что вот эти технологии помогут нам адаптировать тех людей, которые захотят получить вот такое именно образование. А уже по нашим оценкам, вчера было совещание в министерстве, достаточно много будет, особенно среди журналистов, которые, скажем, не имеют базовой подготовки, пожалуйста, приходите, получайте магистратскую подготовку, и мы все это сделаем для того, чтобы вы имели такую правду. То есть это в пределах только вашего вуза будет? Допустим, физик захотел поступить на журналистику в магистратуру, он сможет это сделать, да? А если, допустим, из политехнического горняк захотел поступить на журналистику? Это эксперимент. Понятно. То есть это не в пределах только вашего вуза? Нет, все, все бакалавры любого вуза любых направлений имеют право на эти специальности поступить. Три, которые вы перечислили? их там немножко больше, но в нашем три именно определенного для нас маркетинг, менеджмент и журналистик. Это интересные эксперименты, интересное применение этих технологий будет. Евгений Александрович, вы сказали, что с 18 числа у вас уменьшается количество аудиторных занятий. Это за счет лекций или за счет лабораторных работ? ну как сказать, даже не уменьшается. На пальцах мне расскажите, что это будет такое? Это значит, что студент может свободно посещать или не посещать эти занятия. Но он обязан будет выполнить весь курс. А занятия будут. То есть преподаватель будет читать лекции так же, как и... Да, да. Но и при этом он будет общаться со студентом с помощью, ну, как кто как. Кто с помощью электронной почки, кто с помощью скайпа, кто с помощью того же мукла и этой системы. Ну как бы студент получает больше воли, воли. Так, на мой взгляд. Ох, мне кажется, это нехорошо. Вот, это же, опять же мы возвращаемся к тому главному вопросу. Мотивации. Мотивации. Если студента тащить силком на студенческую скамью и там его удерживать, ну, разные способы, как его удерживать, то, на мой взгляд, качество, вот того уже не обучения, качество образования, качество его духа студента, оно будет совсем другое, если он сам овладел и с помощью преподавателя обладел. Это, еще раз вернусь, я говорю, две парадигмы образования. Да, но с другой стороны, вот такое посещение, обязательное посещение лекции, дисциплинируют все-таки. А сейчас они расслабонно поймают, и все. А к вам обращались, наверное, так сказать, студенты, раз задаются такие... Я могу сказать следующее, задерживая меня, как раз Евгений Александрович, я так поняла уже. Да, я могу сказать следующее, что, ну, если я, правда, я не занимаюсь этим, я не владею точными цифрами, но если вы посмотрите, сколько студентов реально ходит, то это далеко не всегда 100%. Это раз. Во-вторых, что тоже очень важно, на старших курсах, ну, вот у меня на карте фактически, начиная с четвертого курса, я уже не говорю, а пятого, для магистра, шестого. Очень многие студенты работают. В чем работают? Ну, если не полный рабочий день, то как минимум 50 раз. Да, они уже трудоустроены, они работают. Им уже просто некогда, по большому счету, посещать лекции и занятия. Ему проще там выучить, прийти, сдать. Он сдаст. Те, кто работают, они уже хорошо мотивированы, но они многое знают. Как бы это облегчит их жизнь, потому что учиться, понимаете, жизнь, в общем-то, достаточно дорогой, удовольствие у нас сейчас, и учиться, и только получать материальную, помощь, получать, получать помощь от родителей, это одно, если человек уже на пятом курсе сам зарабатывает какие-то деньги, а если он семья, и такое есть, то это вообще, задрудить, по-моему, студенты. Наверное, студенты. То есть получается, что студент может получить курс лекции, по какому-то предмету, сам его изучить, если у него появляются вопросы, он обращается либо по электронной почте, либо там студент. Как у него приходит на консультацию, консультацию, он может прийти на лекцию, на занятие, но он должен выполнить, например, 5 лабораторных работ, он должен выполнить, и сдать преподаватель, он должен сдать экзамен. Это ничего не отменяется, как было-таки есть. Просто я считаю, что для человека, который хочет получить образование, хочет получить знания, это, в смысле, легче. Но только если он действительно здесь должно быть лояльное отношение Министерства образования, потому что давно-давно драконовские нормативы приняты, ГУС может за 8 часов недосещения просто вычислить студента. Но это есть такая норма, которая, конечно же, не все придерживаются, но такая есть. а это как раз немножко отступает противоречие, но слишком давно это норма. Это уже нежизненное. Могут, могут, искать. Нет, я не думаю, что это произойдет. Ну, я тоже думаю, что жизнь, когда министерство у нас достаточно. Вообще, во всем мире образование дорожает. Люди, молодые люди, которые входят в самостоятельную жизнь, хотят получить образование. им очень тяжело платить, потому что почти везде платное, платить за образование и не работать. Поэтому очень востребовано, и с этой точки зрения, очень востребованы такие формы обучения. Когда человек учится, грубо говоря, заочно, дистантно, он выбирает время. это дешевле и доступно. Тут возникает еще такой вопрос. Сейчас ваш вуз переходит на вот это вот, на вот эти, внедряются вот эти нововведения все, но есть же преподаватели, которые, ну, скажем так, не вполне владеют электронными какие-то. и как для них будут какие-то курсы или какие-то обучения? Это есть. У нас есть эти курсы, преподаватели проходят эти курсы, учатся. Это проблема, это проблема, действительно проблема со стороны, так сказать, образовательного персонала. Прямо, есть такие. и я уверен, что далеко не всем удастся пройти вот этот эксперимент с хорошими результатами. Но мы должны понять, мы сами как руководство должны понять, кто по-украински спроможен, это ли будет, а кто нет. И так он делает соответствующий уровень. Да. Но студентам это как бы не помешает. Сейчас все, практически все преподаватели, все кафедры подготовили, ну, так называемые, как мы их называем, кейсы. То есть все материалы, учебные материалы и в виде дисков и выложены, репозитары и наши библиотеки они выложены. То есть студенты имеют доступ сейчас ко всем. Это проблема везде, у нас тоже, так сказать, есть, у нас есть возможность готовить преподавателей, но мы сразу, так сказать, когда беседуем с руководством факультета, видим, они заинтересованы на этом, но все у различных причин, как правило, возрастные, то есть уже люди, которые, ну, не готовы воспринимать современные технологии. Мы таких не привлекаем, мы привлекаем более молодых, которые уже знакомы с этими технологиями, обучаем их, готовим дистанционные курсы, и они же, так сказать, их и читают, и дают студентам. Но ничего страшного в этом нет, то есть поколение пройдет, и уже все, которые, так сказать, готовы, а дальше выходят более молодые, они уже более приспособлены к новым технологиям, проблема как бы сама собой решится. Хотя среди тех, кто возрастной, есть имена, есть академики, член коры, и так далее, но им не досуг этим заниматься, хотя их разработки, вот эти молодые ученые берут и готовят из них курсы дистанции, потому что подготовить просто лекцию, читать, вот эти доски подходит, дистанционные курсы, это совершенно разные работы, и вот это гораздо более сложнее, потому что на лекции ты можешь просто не сказать то, что ты хотел, не записывая нигде, и донести студентам, а в дистанционном курсе ты должен все, что тебе необходимо донести, выложить в виде некоторых символов, тогда... Вот знаете, я еще о чем подумала, вот это, конечно, это очень затратная дело, но на самом деле можно же делать как бы видео лекции, допустим, преподаватель разговаривает, вы снимают, там потом смонтировать это все, и чтобы это был как видео урок, вот такого не пробовали, я могу объяснить, как это на самом деле делается, я знаю, что это, наверное, все, да, это не дешево, вот я могу сказать встречу, в прошлом году, вот когда я увидел, что есть такие университеты, эти открытые курсы, я сам специально записался на такой курс, вот университет, е-дексы, и прошел дисциплину, сертификат, по, ну, это как бы, базовая компьютерная, это наша специальность, вот я прошел, я увидел, как это там сделано, когда вы записались на этот курс, там, то вам доступны, значит, весь курс разбит на, как мы назовем, модули, достаточно небольшие модули, во-первых, сразу определяется, длительность курса, 12 недель, определяется, что за эти 12 недель нужно выполнить столько-то там лабораторных работ, там, четыре, первую работу вы должны знать, сдать в 12 часах, там, 5 ноября, позже уже нельзя, вторую, еще, третью, еще, вот, такие, скажем, четыре больших модуля, каждый модуль, преподаватель, ну, там разбиты еще на подмодуль, вот на каждый этот подмодуль, есть видеолекция, кроме этой видео лекции, там, еще не говорит он, он английском говорит, предлагается презентация этой лекции, то есть ее можно скачать, кроме самой лекции, вы можете скачать текст лекции, когда вы смотрите, если бы можно, просто скачал и сидит, ночью, смотри, как удобно, когда вы смотрите по интернету, лекция и текст лекции синхронно движется текст лекции на английском языке, все сделано, для того чтобы желающий учиться смог обучиться и видео и текст и презентации но и звук это дает возможность понять что он там говорит о чем разобраться должен скажем уровень работ достаточно серьезно достаточно серьезно я сейчас у нас тоже читается такого курса я просто не начало начинать можно не знаю я бы сказал год назад но не менее десяти недель 10 недель надо каждую неделю на но самое главное что надо сдать там надо сдать эти лабораторные работы строго да и как понятно что это дело достаточно создать это создаётся один раз приглашается профессор там который если не всемирно известны в случае мне тяжело скажем найти лучше такого у нас сейчас будут все эти материалы только в виде текста лекции на всех кафедрах это будет видеть текст видео у нас есть у нас на кафедре есть вообще видео лекции несколько профессоров они тоже лежат и можно скачать и смотреть но это не и вот вы сказали что с 18 а в январе феврале вы уже будете подводить итоги если вас не устроят эти итоги то есть вы дальше уже отменяете эту систему и не будет дальше не будет мы должны в случае не будет или если мы должны оценить результат может быть весной не будет а следующий осенью мы видим с 1 сентября я не могу это я не могу это сказать это решение которое надо хорошо думать хотя бы хоть что-то поймем как насколько мы готовы насколько студенты от проблем очень много я согласен на это но не попробовал вообще ничего не ну вот основные какие самые большие сложности сейчас у вас ну вот на мой взгляд самая большая сложность это то что хотят ли студенты овладеть знанием где еще студенты разные кто-то хочет овладеть знанием по математике куда хочет овладеть знанием по истории украины и они будут каждый год меняться до снова и приходите это же новая снова и не берусь сказать не берусь да конечно для специальностей айтишных ну те которые нам заняты связаны с компьютерами мне кажется это не вызовет никаких за который может с помощью вот скажите сейчас после введения вот этих всех новшеств и вот вы рассказывали о том как получить такой сертификат то есть вы выбираете себе курс какой-то да и там предмет эти есть ли у нас предметы которые можно было бы исключить чтобы студенты не занимались это вопрос никому то есть вы так не можете сказать у студента нет права выбора вот если он поступил на этот факультет ему дали я просто по себе знаю нас заставляли учить материалы съездов но они же нам не пригодились это только для развития памяти история давно материалы съезда запоминать какой там надой был молока в такой губернии я пока поставлю что для так постичек ну что я вам могу сказать да есть некие специальности которые ну в виде этих технологий трудно скажем сделать ну мне кажется так сказать то что касается творчества там рисование и так далее да можно посмотреть но нельзя перебирать светотени и так далее и тому подобное если не рассказывать или лепить что-нибудь так сказать есть ряд специальностей где наверное еще не скоро со временем что-то придет новое это пока те которые мы как правило это технически где люди уже так сказать давным-давно знакомы с компьютерами и так далее математика физика химия-биология у химика очень даже здорово я смотрел очень хорошие курсы придуманы то есть видно какие вещества и сварки молекул если соединять что получается все это наглядно и в цвете и красота запоминается все вот технически однозначно уже гуманитарные и другие там надо думать хотя вот у нас на филологическом факультете есть специальность прикладная лингвистика где прям крайне необходимо там компьютер там все это высчитывается программа там это можно и на филологическом факультете поэтому и мышь не рубя что сразу все и поголовно вот пилотные проекты выбираем смотрим обсуждаем результаты и зависимости от результатов идем дальше получается хорошо идем не получается думаем почему то есть все 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 течением времени требованиям мирового рынка образовательных услуг конкурентов какие-то выливается решение ученого совета и стратегия вырабатывается я не думаю что где-то поголовно сразу все это будет это и не нужно даже это просто поломаем детские судьбы а кто-то не воспринимает ну ходи на занятия ну конечно все постепенно надо конечно кому-то удобнее сидеть дома особенно есть люди которые ограничены в движениях и так далее ну куда ему сейчас возят так сказать когда нет допустим такой технологии на каком-то в факультете привозят сюда мама папа подзанимался и затем конечно удобнее это все дома различные категории все это вырабатывается все постепенно Евгений Александрович вы сказали что когда вы проходили вот эти курсы сертификаты получали что ну там в определенное время нужно было эти лабораторные сдавать а курс ну курс лекции скажем так вы могли прослушать в любое время да то есть допустим месяц я прослушал сразу все а потом лабораторные вот в строго определенные рамки вот если как вы считаете если у нас будет все таки вот это все внедрено то есть допустим в течение сессии студент знает какие у него предметы да и есть обучающие программы по этим предметам он может допустим сентябре сдать дискретную математику полностью пройти курс а в октябре там или у него только чтобы уложиться в рамки сессии или так нельзя будет делать или все равно постепенно не могу сказать как это можно можно конечно наверное организовать и так но сейчас студент по нынешним проектом студент должен по завершении теоретического курса обучения есть 3 3 2 недели сессии когда он сдает экзамен мы не можем его вообще говоря заставить сдавать но с другой стороны если студент готов сдать экзамен мы можем принять этот экзамен в любой момент а потом просто во время сессии вы ставите оценки я не думаю что это большая проблема но на сегодня такого массового такого нет особого смысла нет вообще есть и единичные случаи такие есть что студент мы это единичность сейчас нет не такой сумма рвался вперед и преподаватель тоже надо другая сторона то есть он не всегда готов то время когда готов студент у него засуги лекции там практика или еще что то то здесь тоже должна быть организация нельзя вот студент подошел я хочу сейчас сдать и все бросает и принимать так тоже мне кажется не должно быть еще знаете о чем я хотела с вами поговорить библиотечный фонд вот как-то его переводят в электронную форму это процесс не быстрый могу сказать что у нас строим библиотеку царя не стою довольно долго во первых мы сейчас организовать репозитарь это в электронные посетали там практически все и статьи преподаватели практически все материалы преподаватели сотрудникам все-то вкладываются в этом репозитаре недоступны по всему это раз это первый шаг второй шаг мы приобрели книжный сканер и книжный сканер с помощью книжного сканера эта процедура действительно не не быстро но книги особенно учебники тут возникает вопрос авторского права мы не все имеем право сканировать не все имеем тем более выставлять в общем доступ но учебники нам 1991 года обычную авторское право 20 лет 20 лет можно сканировать ну это надо тщательно смотреть карту этот процесс идет конечно библиотека как на мой сайт библиотека как библиотека как мы понимаем это собрание книг она в общем то сейчас ли исчерпывает свои конечно они останутся эти библиотеки насколько их останутся какие книги там останутся раритеты какие-то очень хорошие здания дольственные здания раритетные книги старинные все это будет но распространять скажем техническую литературу в виде книг ну если сейчас еще это есть то уже скоро вы знаете что даже в украине в школе сейчас предлагается ученикам школьникам покупать эти планшеты с элитонами чернилами все книги там сразу все ученики конечно хорошо внутри не знаю может быть у меня какая-то просто смышление срабатывает мне все равно вот книгу я вот когда мы учились там картинки какие-то и зрительная память как вы видите там есть и это это может быть это некоторым это будет тяжело психологически но я должен сказать что вот эти планшеты с электронными чернилами они фактически даже с точки зрения и воздействия на зрительную систему человека это бумага которые черные бер черным по белому все как не качество изображения это тоже как ну разве что ее нельзя так да и порисовать и порисовать уже есть кстати что можно и порисовать если так что это ну как я когда-то читал когда изобрели книга печатана то цель церковь имела то это она имела привилей на распространение библии книг соответствующих церковных и когда изобретения печатания и в англии начали пытаться печатать библию церковь там сказал что это все страшное зло это страшный грех это все не должно быть никогда это вообще все и что то же самое не истребим мир идет сожалению мне тоже что кажется что книги должны остаться но они останутся они останутся очень не я станут там все переходят другие цифровые технологии поэтому и мы тоже стараемся не остать оцифровым то что можем это с одной стороны вот хорошо в дыбе есть библиотека есть будет так сказать скажем так а у нас очень много помещений за заняты под литературу которая так сказать уже давным-давно оцифрована и можно ее дома свободно не таскать эти учебники на плече туда-сюда поэтому это шаг вперед освобождаются помещения для аудитории нас не хватает аудитории потому что мы расширяемся все время больше и больше набираем студентов а нужны аудитории поэтому это как бы такой обоюдовыгодный процесс отцифровка литературы переход на эти технологии с одной стороны на другой стороны да нам как тем кто держал еще будучи первоклассником книгу руках буква и так далее конечно хочется чтобы осталась эта форма ну какой-то компромисс еще один момент такой по поводу общежитий в каком плане общежитий то есть если переходить на дистанционную систему обучения то есть ребята которые живут в общежитии они же должны пользоваться интернетом в общежитиях есть интернет в свободном доступе то есть во всех общежитиях вай файл ну я не буду вас задерживать у нас осталось всего несколько минут если можно вот рекомендации ваши для ваших студентов которые вот сейчас 18 числа по новой такой рекомендация учиться учиться тратить время на изучение предметов которые необходимо освоить соответствии с планом учиться самостоятельно проявлять инициативу искать книги литературу я понимаю что если например студенту нужно сдать в этом семействе 6 не может все шесть в одинаково быть заинтересованным изучение проявлять инициативу ну какие-то один-два предмета особенно специальных предметов мне кажется что если молодой человек это делает то он закончит все хорошо закончит университет и все дальше будет у него хорошо если же человек пассивен в получении знаний результат поэтому один совет учиться я добавлю что мы знаем так сказать что один человек читает лекцию и другой читает лекцию по одному и тому же предмету разное восприятие студентов поэтому студенты должны не только так сказать а выбирать возможно прослушать другого преподавателя и этим так искать они будут более конкурентно способны других преподавателей то есть искать себя искать возможности больше узнать о данном дисциплине предмете курсе лекции и быть на головах выше других это позволит получать лучшие оценки естественно быть дальше магистратуру поступать но и выстраивать свой вектор жизненный вектор не только сейчас на будущее но это для продвинутых как бы в основной массе им достаточно лекции вот прочитали записали и конспект лекции и все большое я понимаю большой объем знаний еще хочется так сказать личное время не тратить на обучение себя самого поэтому тут задача коллектива преподавателя чтобы он этот студент мог себя проявить в различных формах поэтому советую больше узнавайте и будете конкретно способны спасибо вам большое я желаю вам успехов во всех ваших нововведениях и несмотря на то что все эти передовые технологии идут вперед и вы меня так испугали я вам желаю чтобы вы всегда оставались востребованными спасибо большое